ясно в шестую комнату мягкую все хуже и хуже да и голосок то у нее тоже как ты знаешь так приуныло в общем приуныло так блин вот как платформа куда-то туда наверно надо на платформу да вот а вон она возвращается все все так так-так-так даже значит сиденья как как на советских каруселях себя да надо похоже и полетели длина тормозного пути рассчитывается автоматически при сбоев автомат при сбоев автоматики обратитесь в отдел технической поддержки шестой смотрим смотрим который тут шестой седьмой а это вероятно шестой ну мне кажется тот у которого вход был на земле да вот он шестой музыка кстати играет прикольно действительно этот лифт не работает нужен другой способ добраться до павильона ну я вижу только один но и он не похож подходящий но я пытаюсь да блин так окей отсюда не получится может быть от соседнего павильона тоже не похоже хорошо сейчас 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 как-нибудь разберемся сиденье как в трамвае но я не завидую вам если у вас в трамвае такие сиденья так как что добраться вот этот лифт а не работает все верно точно не работает окей нужен другой способ добраться до павильона спасибо конечно но а подожди-ка а если я заберусь что-то блин это фигня меня толкает я поняла я поняла как сказано в отчете во время трансфера у кого-то из детей не заблокировалась способность разговаривать то есть он просто поговорил с самим собой со своей копией поговорил со своей копией жесть так не получится блин как что залезть должны ждать подсказку есть лифты которые работают попробую на пятом но не пишешь не соединены совершенно друг с другом хотя ну это по крайней мере вариант да я попробую все эти хотя бы куда-то попробовать если что спустишься не ну я пока что предположу что нужно по этим балкам но блин такой паркур это вам уже есть какая-то что-то не верится сюда можно провалиться вот сюда можно опачки живой слава богу отлично так еще раз шестой павильон девятый второй четвертый шестой лифт не работает ну дайте мне под по балкам пипец но полезем по балкам тогда ну да он тут очевидно другого способа нет диссонанс вызывает местами эта игра честно говоря вот этими вот неожиданными вываливаниями механики как-то это неправильно как бы все было тихо спокойно и вдруг такой паркур начинается нормально же общались а вот смотри вот это вот широкая да 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 так как бы нормально тогда я пешком пойду пока без прыжочков вот тут вот прыгну но все равно игра ну нельзя так нормально же общались с тобой все добежали сейчас нужно подождать пока она вижу тебя входи не только но благо это последняя симуляция если верить тому что нам рассказывали надо так интересно какие будут тут правила и проиграю ли я наконец ты будешь просто сидеть в луже ждать подождите 30 секунд чтобы проиграть и пропустить игру бирюзовенькие я хотел сначала называть зелеными но понял что оранжевые будешь собирать до соберите 30 оранжевых бросайте кубы исходящий поток это мы знаем используйте бомбы чтобы разорвать но опять проселы про серый блоки до чувствую что проект проиграем потому что я уже в прошлом ожидал что проиграю но чет и музыка такая наш более динамичная как бы намекает на динамичность происходящего опа нифига себе дерзкий тип с кубом в руке нельзя разрушать правой клавиши так тут где-то были это был белый кажется зря вот сейчас занят скорее занимаясь какими-то глупостями вообще ой хотел прыгнуть так вот тут был беленький да так окей стрим уже привалился так 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 такой накал страстей потому что у меня как бы сейчас их полный набор и я вижу еще оранжевые бежим 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 берем 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 так 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 берем все нафиг уходим отсюда что на самом деле вот эти штуки они может быть с ними даже может быть проще потому что они по крайней мере ничего не взрывают и не роняют на самом деле такой значительный плюс на мой взгляд да ё-моё чё ты вообще нормально же играли чё началось-то нормально же играли чё началось-то вообще тахтыш вот это дрянь а вот от запасе вот это западло вообще вот это сейчас вот 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 сейчас обидно было чё-то какую-то фигню помню делаю ладно неважно даже если я делаю фигню главное чтобы закончилась хорошо инвентаря переполнен ваш теперь меня чуть короче не замуровали дима ну что ты ну чувак ну реально нормально же играли майнкрафт какой то серьезно так окей будем будем строить себя так что они кстати очень активно уже всюду блин уже короче куда куда не ступить они все этой серой фигней поток дайте мне поток поток серьезно но пока воронка идет ну да началось все равно обидно как-то вот сюда все наверх окей во отлично 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 я вижу эти штуки у меня переполнен инвентарь так как как это случилось вообще упал так я же стоял на месте ничего не делал вот так вот но видимо хорошо видимо сдвинулся возможно рука дрогнула до нафиг я бросил в него кубик что мне не нравится так мне кажется уже ланец нужно начинать вот это вот делать все не то чтобы мне это какой-то профит принесло прямо но что-то как-то опять лоханулся так поднимаемся на самый верх чувствую что на самом верху еще есть еще есть чё есть человек да я думаю что еще есть человек да блин куда это красная так вскакала хорошо возьму другую дотянуться ну ладно неважно сижу оранжевый главный пока потом мало ли заберут еще случайно из инвентаря так вот беленький ты кстати марина если если видишь беленький говорим хорошо хорошо то вдруг я пропущу их они все-таки платят нам тут я кажется он заметил ну я не сомневалась что ты его заметишь так берем разгон я уже думал не долечу был даже практически уверен что долечу так инвентарь заполнен а зашибись ну и чё ты мне тут рожи кортишь оно случилось замуровал пора да блин так надо пробиться короче до воронки все и вот так давай-ка вот вот так я по ходу выиграл ну похоже на то клёво очень-очень волнительно было серьезно думал что проиграю в любой момент но нет затащил складываем уже темнеет сумера горочки поломанный так 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 это центральный выхода да напротив рожи центральный выход да и наша платформа для перемещения вот почему обо мне так мало информации пятнадцатая августа был моим первым рабочим днем саду гербер я наехала сюда впервые привезла группу детей а через два часа произошел взрыв это еще что за орнаменты такие созвездия конечно же марин нет это просто они не так выглядят не знают марина это просто созвездия южного полушария все нормально ты их никогда не видела выживай северных их там таких тоже нету хорошо как-то луна близко шаму что мы вообще в виртуальном мире все это время не следует исключать такой вариант уж больно небо странно думаю что нужно поговорить до установить единовый синхронизатор принес принес сейчас заменил опять придется грудь в карманы держать потому что обратно не поставит а место занято нужно освободить так новый синхронизатор грудь и кнопочку третий раз сзади ну как у меня какой-то упаднический тон знаешь что я нашла переписку этого оператора марка рабочая переписка с кем то из коллег в ней странные вещи вот например ты знаешь мне не очень интересно подачу это мне интересно грубо да мне тоже интересно про твоих родителей про твоих родителей и про меня тоже вот послушай рабочая переписка речь идет об исследованиях передачи памяти между людьми при помощи телепатии телепатии здесь так написано обсуждают телепатию упоминают какой-то ее побочный эффект эмпер ноль так они его называют эффект эмпер ноль что за эффект это если я правильно поняла это ощущение необычное ощущение которое испытывает человек когда излучает свою память и что так вот марк пишет что когда то он очень интересовался этой темой подробно изучал эмпер ноль из-за того случая с еды из-за того случая наверное мы были знакомы хотя я не помню ни марка ни необычных эффектов и не представляю себе что это мог быть за случай а что насчет моих родителей это здесь же он вспоминает как работал на исследовательской станции еще до постройки сада в то время здесь было совсем немного людей круг его общение ограничивался несколькими коллегами по работе и его монгольскими друзьями он пишет это та семья что живет в юрте недалеко от посадочной платформы это же про твою семью да похоже а где сейчас твои родители давно умерли а что наверное не могли бы нам многое рассказать может быть маркин про меня все в порядке опять может и рассказывал и да все хорошо все хорошо это обычное слово просто заметка как погода зябка или добрая но мы же искали другие исследования семейные записи письма добрые так что что сейчас было опять то же самое да снова что я думаю у меня осталось совсем мало времени ты пожалуйста помоги мне выяснить что это за история с марком я хочу чтобы ты разыскал вещи своих родителей может быть найдутся их записи дневники я понимаю сейчас поищу табаха табаха приехал может быть он что-то знает не зря же он приехал ну да не просто так там какую-то информацию нам должен привести же ну да угу расспросите табаху да пойдем-ка расспросим-ка здравствуй табаха будет дождь без очков дождь сегодня и без бровей угу они в комплекте шли что случилось знаешь во сколько обошелся поиск не знаю во сколько полтора это много да ну когда еще в баенхангоре интернет стоил полтора я тебе заплачу не возьму я денег с тебя снищу хорошо спасибо информация оплачена и доставлена личным курьером это очень любезно так что ты узнал так ну во первых сад гербер это вообще не для развлечений это больница я знаю и что там случилось были дети пациенты так у одного из них переполнился контейнер пассий взорвался вот что случилось и все не спеши история непростая вот заменили человеку тело и через несколько минут он взорвался ты спрашиваешь как это допустили не проверили контейнер но оказывается проверили и контейнер был пустой а через 15 минут бог и взорвался то есть капсула вдруг быстро наполнилась и переполнилась даже не просто быстро а мгновенно сейчас я только что обратил внимание что смотрите у него картинки там на заднем фоне да 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 девушки робот девки робот стутки не нашли известно что трансфер у этого ребенка прошел с неполадками так получилось что он поговорил сам с собой пока был в кабине вот и все неполадки но почему взорвался непонятно вышел наружу показатели в норме на вид спокойный это на видео заметно он поговорил с самим собой о чем интересно вот это неизвестно не сохранилось а что за видео видео с камер наблюдения там все видно вот он в мтеле вышел из кабины вот церемония ему вручают меч вот он спускается со сцены и идет вглубь сада спокойно идет садится на край клумбы так дальше немножко непонятно что там он сидит и к нему подходит кто-то из детей маленький ребенок подходит что-то говорит похоже что ребенку понравился меч и он его выпрашивает меч какой меч игрушка светящийся такой игрушечный меч их дарили детям после замены тела проходишь трансфер получаешь игрушку проходишь трансфер становишься джедоем угу трансфер в джедо так вот наш герой протягивает меч ребенку держит за рукоять и передает а ребенок пытается взять меч в руки но у него не получается почему не получается потому что он берется за клинок а клинок голографический малыш хватается за лезвие а пальцы проходят насквозь сквозь изображение ясно и что потом 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 уже ничего это конец записи сейчас будет взрыв вот 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 к детям приближается это оператор трансфера подходит к своему пациенту и о чем то спрашивает тот поворачивается к нему и через секунду взрывается все как его звали марк или ты про кого спрашиваешь про того который взорвался того звали альбер а второго ребенка того малыша не знаю он был из местных жителей посторонний неизвестно как он в саду оказался мда ломай теперь голову а я поехал увидимся завтра не знаю а через три четыре может через недельку не знаю еще все будь здоров под дождь не попади подожди табаха у меня еще вопрос я тебе все рассказал ничего больше про этот сад не знаю вопрос не про сад про моих родителей вот хочу вспомнить своих родителей и решил держи это что ключ ключ слушай магнитный от того домофона да 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 оттуда он на тебя баджа наставил сказал если ты однажды спросишь меня о родителях передать тебе этот ключ вот передаю и больше ничего не знаю прощай прощай табаха пока табаха ну что побежали смотреть что там у нас кстати в юрте нет зеркала даже под умывальником что было бы логично да ну и фиг с ним кому оно нужно это просто к тому что что-то мне кажется будет связано именно с главным героем покажут там его а он как-то выглядит не пойми как что-нибудь в этом духе так зато ковры есть зато ковер да поговорить с чем-то можно дневник дедушки баджина внутри несколько коротких заметок разворот где вложена закладка густо исписан текстом это послание я напишу прочту все записи восемнадцатого августа пятьдесят восьмого вот так теперь в доме моего сына пусто такой вот у судьбы поворот получился я не жалуюсь небо видней а мне молиться за них остается завтра с утра поеду четыреста пятьдесят километров канистры не забыть приеду затемно там всю ночь отпевать а на утро уеду брошу все как есть двадцатого августа пятьдесят восьмого у неба свой замысел как же иначе а мое дело скромное младенец значит позабочусь о нем заберу себе в ланбатор я не из робких чего тут гадать не отпускают его эти места уж на этот раз сомнений нет выходит суждено нам жить здесь а что мне остается не бросать же его молоко не дает не ест молоко не пьет не ест ничего чем его кормить как-то быстро он растет разве двухнедельному ребенку не рано своими ногами ходить и куда это он уходил ночью ничего себе не пойму что это он такое нашел устройство какое-то третий день с ним играется в пыль из валял грызет зубы растут наверное рост замедлился и уже неделю не меняется ходит по юрте пятилетний ребенок причем прошло то два месяца прошу обратить внимание ходит по юрте пятилетний ребенок ходишь ну и ходи себе твой вид меня не пугает а вот зачем ты лицом на него так похож видно мне это знать не надо у неба свой замысел а мое дело скромное мое дело молитва окей вчера челнок пустили давно он здесь не проезжал людей в салоне не видать может возят на нем чего-нибудь ну и знакомство благодари небо отчаянная душа если бы не энэбиш мог бы ты табаха до сих пор в той клумбе лежать но идея хорошая подзаработаем проезд бесплатный это тоже хорошо а как же шины на мопеде выходит меньше шины на мопеде выходит менять не придется продам я его больше с вами так нет остается послание энэбиш если ты читаешь это послание значит твое любопытство обратилось в прошлое к предкам вещи твоих родителей заперты в сундуках я дам тебе ключ и ты сможешь открыть их но знай вещи не дадут ответов пока ты сам не задашь себе правильный вопрос среди множества дорог лишь одна приведет тебя к вопросу найди этот единственный путь и пусть моя скромная помощь облегчит твои поиски в пути тебе понадобится луч призрачного света чтобы осветить дорогу и мудрая подсказка чтобы принять верные решения на распутье в этом ящике лежит округлый предмет с ним ты будешь с ним ты добудешь луч света в мудрой книге найдешь подсказку затем направляйся к моей могиле встань на самый большой камень и осмотрись кругом используя луч света смотри внимательно и увидишь место с которого начинается твой путь подсказка и луч попытаюсь найти так смотри тут еще есть какая-то вот эта штуковина кожаный чехол паспорт на имя баджин дал ха дал ха чек на покупку колеса для мопеда так и вот эта штука насадка на фонарик так может надо взять насадку и прицепить к фонарику все ну да теперь у нас фонарик превращается в лазерную каску так сундук где ключ от сундука сундук закрыт уже много лет я понимаю но ключ к то мне обещали потому что тебе же сказали еще найти какую-то типа магический свет и подсказка прочтите причину в книге под алтарем притчу в книге под алтарем разыщите неподалеку от юрты могилу используя фонарик подсказку найдите ключ от сундуков да 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 так это та притча про я не помню про что-то странное в книге под алтарем хорошо давай-ка посмотрим да 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 чистое белое пламя так ярко сверкает так слепят что глазам больно на него глядеть ясный белый огонь но это не то это не притча там еще вторая книга есть вообще-то где ну в этом же ящике да серьезно а точно сборник необуддийских притч короткие поучительные истории одна из них аккуратно обведена маркером вот путь ситоросаны однажды в ночном лесу девушку по имени ситоросана посетила странная мысль она вдруг поняла что не знает кто ее родители не может быть чтобы у меня не было родителей должно быть я их просто забыла а они наверное ждут меня дома подумала девушка так простите в какую сторону мне идти чтобы найти родительский дом спросила ситоросана бродягу с недовольным лицом не знаешь куда идти иди на свет я всегда так делаю ответил бродяга стряхивая сажу со своей дымящейся головы ситоросана огляделась на востоке сквозь стволы деревьев пробивались лучи восходящего солнца наверное там мой дом решила девушка и направилась к свету весь день солнце указывал ей путь но вечером скрылась за горизонтом на небосвод зашла луна простояв в растерянности постояв в растерянности девушка пожала плечами пошла за луной однако на утро луна растаяла ее снова сменило солнце ситоросана нахмурилась и повернулась к солнцу буду идти пока не найду решила она шесть суток она брела по лесу чередуя солнце и луну меняя направление пока не вышла на поляну залитую призрачным светом простите откуда идет свет я не вижу на небе ни солнца ни луны спросила она Будду который слышал музыку из радиоприемника Будду указал пальцем в небо и вернул регулятор громкости в прежнее положение девушка посмотрела наверх и увидела над собой звезды она улыбнулась и подумала красивая какая музыка ну что ж очень поучительно очень поучительно более чем поучительно хорошо я прочитал подсказку так подожди секундочку секундочку сначала отрывной календарь семь шестой сегодня исполняется 26 лет со дня Кёлинской катастрофы во время эксперимента по эмуляции сознания в институте нейрокопирования в городе Кёлин произошел первый в истории выброс дисперотоксина этот день считается датой начала эпидемии лилит так ты чё нибудь поняла на найти могилу деда я так понимаю туда на луну надо идти подожди не эта могила деда чёрт его знает ну как бы да походу банджин дал хааа хорошо могилу нашли чё дальше разрешите неподалеку от йорты могилу банджина используя фонарик найдите ключ от сундуков на посвятить видимо о так луна типа если сейчас луна то сюда ну да хорошо если сейчас луна то сюда я же правильно понимаю наверное не за что вернемся чё то ничего не видно угу чередуя луну и солнце мммм точно 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 чередуя луну и солнце через один ну начнем с луны так или иначе здесь да пожалуй что может быть там придешь к одному варианту так ну и солнце так это было солнце на сейчас снова луна мне кажется что где-то зафилилась попробуем начать солнце либо я немножко сдвинулся и что-то не заметил этот фонарик похож на лазерный на руководит лазерном меча так солнце вот луна снова солнце снова луна снова солнце я хорошее предчувствием луна да да следи за этим ладно профукаю так теперь солнце теперь луна теперь солнце теперь опять луна все сложно то вообще солнце да о кто я наверное это есть вопрос который я искал хуэ мае указатель там да да окей а вот же под почтовым ящиком да в ящике наверно смотреть поговорим здесь ответ на твой вопрос кто я правильно и набишь кто я этот вопрос ведет к тайне твоего прошлого ты в шаге от тайны от давних загадочных событий значение которых осталось недоступным моему пониманию до конца жизни быть может раскрыть небесный замысел уготовлено лишь тебе я обещал тебе ключ к сундукам где хранятся вещи родителей ключ перед тобой с ним я передаю то что хранит в памяти что хранил в памяти извините много лет да в сундуках лежат вещи джамбула и сарнай но эти люди тебе не родители и даже не родственники когда-то у них был сын он погиб в том взрыве под куполом ему было пять лет и звали его чагатай спустя несколько дней после взрыва сюда прилетел беркут он принес с собой маленького человеческого ребенка принес и оставил на земле перед юртой тем младенцем был ты анабиш кто ты и откуда ты родом мне неизвестно с того дня дом моего покойного сына стал приютом для тебя и ангоца меня не оттолкнул странный вид ваших тел странный вид ваших тел не мне судить о замыслах неба смутился я месяцем позже когда разглядел в твоем лице черты чагатая навсегда прощаюсь дед баджин чагатая это их погибших письмо пустой конверт у нас конечно же интересует ключ так как где мы вообще ну иди по линию лэп ема мы же находили этот чертов почтовый ящик помнишь тогда так ну что ж слушай мне кажется сейчас будет уже развязка какая-то там зеркальце уже близ близко уже может быть там же зеркальце матерь не знаю надо посмотреть что там есть седло седло или не седло седло все таки ну как мне кажется седло ну неважно странные формы для седла так everything magazine но хотя эти перевязаны перевязаны веревочкой радио похоже что похоже на радио а вот это уже что-то интересное телевизор а что в квесте исследуйте сундуки видимо все сундуки а он не один вот так вот а вот и это что оно машинка то что мы искали слушай что это такое интересное это печатная машинка это игрушки это коробочка клубки верхние это видимо сундук отца это сундук матери да наверно судя по всему так уж я все выброшу отсюда до начала ой смотри смотри это именно какие-то 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 детские штуки короче потому что прям детские детские узоры и наконец вот вот собственно скорее всего то что нас интересует конверты с письмами в одной из приписок упоминаются марк и и да я уже писала тебе о нем он работает тут недалеко на станции так вот пару лет назад он познакомился с девушкой говорят виделись с ней всего раз в компании друзей и как-то так она на него посмотрела что с тех пор этот момент ему снится марк говорит о какой-то о каком-то вавилонскому эффекте а необычном ощущение о том что это ощущение сейчас изучает целый институт а мы с джамбулом смеемся ощущение самое обычное марк ты его давно изучил ну точнее мы его давно изучили бросать свою науку и приезжай к иди пока она себе тело не заменила другая запись конверты с письмом главное то же самое вот добавлено новое задание а это ну понятно все один фрагмент теперь нужно поговорить с идой до нашел нашел лично вы с марком виделись однажды да я уже знаю вспомнила как это было как расскажи я поступала в университет мы с друзьями отдыхали после экзаменов гуляли по городу и марк был с нами в компании я не знала его до этого и мы не встречались после так вот пересеклись однажды все и что там произошло между вами да ничего мы с ним даже не общались просто сидели на террасе в кафе болтали о чем-то с ребятами обычный вечер марк вспоминал о каком-то особенном моменте я не запомнила ничего особенного ну кроме одного странного ощущения ощущение да иногда меня посещает необычное чувство она чем-то напоминает тревогу но только отчасти не знаю как правильно его описать грустное приятное ощущение тот вечер она возникла снова и и что я сейчас выключусь погоди мы с твоим прошлым еще не разобрались уже не разберемся не успеем мне тут сообщение пришло от кого от моего нера чипа шлет мне письма красными буквами пишут что разрушается а знаешь что я умею что могу разделяться на две половинки в каком смысле когда я выключусь моя верхняя половина соединиться от ног зачем сама не знаю такое тело так устроено могу показать смотри так окей подожди не нужно и да послушай слушаем может быть еще найдется способ все исправить все исправить ну есть такой способ нужно отправиться в прошлое передать четыре цифры профессору коху вот тогда все исправится все исправится все е-мое вот это да господи я не буду трогать нет отнесите еду к мощному источнику электричества может хоть мы видим оконтейне может быть у тебя там гроза просто дождь и до ударит только обществом пару минут поговорить где где куда я но видимо на крышу юрты может это антенна все дела куда-то куда-то пьют молнию наверно туда вот туда куда-то точно что-то своим ходом пойду лучше я заглубился нет все нормально пока что-то 30 лежта а в Ну надо, надо, надо затащить. Вопрос такое в том, где мне? Неужели мне придется лезть куда-нибудь там на самый верх? А потом так, it's alive, alive. Да не. Добавлю новое задание. Закрепите еду в вертикальном положении в центре разрушенной клумбы. Какой конкретно? Где тут разрушенная клумба и где ее центр? Непонятно, какой-то клумба. Какую-то клумбу должна бить молния, наверное. Да е-мое. Сюда что ли? Зафиксировать еду вертикально, смогу подсоединиться. Где, как, как, как зафиксировать вертикально. Реанимируйте, используя электрический кабель. Кабель-то где? Да е-мое, а где кабель-то? Чтоб я знала. Ну, что-то висит. Где? Да за ней... Ты так камеру вертишь, я не успеваю сфокусироваться. Вот за ней висит, видишь, кабель. Все, вижу точный скрит вот здесь. Э! Ну и почему у тебя подцепить-то кабель? Может быть, книзу? Внизи там его-то кучи. Там, где ноги прикреплялись. Сейчас я пытаюсь кабель поймать. Или куда-нибудь сюда. Вон у нее такой рывки, позвоночник, да. Нет? Че-то не хочет. О! И что это? Пока не знаю. Меня убило, походу. А-а-а, вон она еще. Окей. Да что... Окей, нужно кабель брать с другой стороны. Я понял. Окей. Спил. Так, и да. Вот. Я не снял крышку с ее спины, да чтоб... Все. Динамику сбили, динамику сбили уже. Не круто так делать. Дубль 3. Или 4 уже. Неважно вообще. Вообще не важно. Главное, что сейчас сделаем. Че, присоединил? Или не подсоединил? Нифига не подсоединил. Сорвался! Да ну как так-то? Во! Все. Наконец-то. Ну, наконец-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ты здесь? Ида. Здесь. Как себя чувствуешь? Странно. Странно? Как именно? Опиши. Мне тревожно. Это хорошо. Хорошо? Да. Только не выключайся. Смотри на меня. Зачем? Я тебе потом объясню. Тааааак... Окей... Таааак... Тааааа... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну я думаю мы не будем смотреть титры Ну это очевидно было конец игры Что ты думаешь Марина по этому поводу Я даже не знаю что сказать Говори как есть Непонятно к чему Я не исключаю что может быть нужно было досмотреть титры Но сомнительно Ну что-то как-то концовка на мой взгляд немножко смазана Я не говорю о том что такая концовка плохая Ну просто как-то хотелось что-то узнать такое вот прям вот такое в конце А в конце ты ничего такого не узнаешь Ну может быть так и было задумано ты знаешь на самом деле не следует исключать такого варианта Я и говорю что я не утверждаю что это плохо Но игра мне понравилась Лично для меня как-то непонятно Игра хорошая Игра хорошая Единственное что за исключением вот этих вот механик с кубиками Они странные Ну да Нет они нормальные но они странно смотрятся в этой игре Ну да просто получается игра отдельно Вот эти вот кубики отдельно Вот так вот Ну окей нет игра определённо интересная Почему бы нет Мне понравилось Но концовка на мой взгляд лично не соответствует ожиданиям Я уверен что найдутся люди даже возможно в комментариях Которые не согласны со мной Но я вот как-то немножко получил не то чего ожидал Особенно в конце Когда всё так нарастало 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 А потом вдруг так раз и вот так вот Вот Ну игра в любом случае стоит ознакомления Линей ты нам потом расскажи в чате в чём там конец и смысл Чё мы не поняли Да мы видимо тупенький сильный Благодаря своей ограниченности Всего всего Ну на этом стрим завершается ребят Я не уснул Я победил Ура Да Всем спасибо и пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok